Доля участия государства в экономике Казахстана снизится до 14% к 2025 году. Об этом стало известно на заседании Кабмина. Комплексный план приватизации включает 675 объектов государственной собственности и квази-государственного сектора. Есть и изменения в связи с ЧП в Экибастузе. Так пересмотрен подход к приватизации коммунальных предприятий. Из плана исключены более 200 социально значимых объектов, которые важны для жизнеобеспечения населения – вода, электро- и теплоснабжения. Данные объекты остаются в госсобственности. Уже в кулуарах глава Самрук Казана рассказал об IPO «Казмонная газа». По оценкам экономистов, IPO в силу широкого вовлечения инвесторов препятствует формированию частных монополий. Это хорошо. Кроме того, немаловажно в условиях Казахстана оно дает возможность широкому кругу лиц получить доход и заработать на размещении. Кроме того, исходя из мировой практики, это позволяет решить сразу ряд насущных проблем для компаний. Во-первых, небанковское финансирование для «Казмонная газа». Для продающих акционеров, в данном случае для фонда Самрук Казна и Кабинета министров, предложение активов на листинг – способ направить поступление в национальный фонд. Одна простая акция «Казмонная газа» для населения стоит 8406 тенге. Конечно, вложение денег в акции имеет рыночные риски, предупреждают экономисты. К примеру, как и вложение денег в недвижимость. Это не банковский депозит, а значит и гарантированного государством дохода обещать невозможно. Кроме того, журналисты спросили, а не будет ли очередной передел собственности, то есть не выкупят ли все акции олигархи. И мы отклонили заявки, которые были направлены на экономическую концентрацию. В частности, у нас была одна заявка за сумму порядка 23 миллиардов тенге. Я по условиям IPO не могу разглашать какие-то подробности. Но, тем не менее, мы также сократили заявки и казахстанских некоторых юридических лиц для того, чтобы с одной стороны и обеспечить прозрачность, обеспечить приоритет именно казахстанцев, физических лиц, дать им приоритет, возможность при размещении. Государство фактически, как основной держатель национального благосостояния, четко подает сигнал на форсирование и активизацию программы приватизации госсобственности, говорят экономисты. Иначе говоря, речь идет о реализации одного из базовых принципов построения нового Казахстана – социальной справедливости. Ключевые активы страны, а компании, занимающиеся разработкой ее недр, к таким безусловно относятся, должны принадлежать прежде всего народу Казахстана. И государство предоставляет всем такой шанс. В свою очередь, фонд Самурказна выразил полную готовность в последующие годы вывести в конкурентную среду ряд крупнейших своих активов. Так, в 2023-2024 годы намечается IPO для таких компаний, как «Эйрастана» и «Кюгок». В 2024-2025 годы – «Казахгаз». И в 2025 год – «Казахстан-Темржола». Бауржанший Ахмед Ахмедян Ильясов. Столичное бюро. ТДК-42.